В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у меня на канале обзор шотландского виски из Бельгии. Это Лорд Джеймс. Купил я его в магазине Чижик. Сеть новая какая-то у нас открылась. 750 рублей за 0,7. Ну не знаю, просто взял попробовать. Давайте сразу я его налью. И уже посмотрим. Ну по цвету по крайней мере приятно. Бутылка в принципе довольно-таки обычная, ничего такого. Этикетка не броская. Кстати, насчет этикетки. На сайте компании Содика, которая является производителем данного напитка, этикетка на бутылке отличается. Она красная. Не знаю, тот ли это виски, не тот, но по крайней мере купить у нас вот такой мне удалось. Дату розлива, кстати, на бутылке можно найти на российской контр-этикетке. Она написана внизу. В моем случае это 16.03.2023 года. В принципе, больше ничего такого здесь нет. Ну, виски я налил. Пусть он подышит, чуть-чуть постоит. И после этого я продолжу. Так, ну что, виски постоял, подышал. По составу, как написано. Давайте посмотрим. Зерновые и солдовые дистилляты, в общем-то. Ну, посмотрим. Посмотрим. Производство дистиллятов в Шотландии написано. Компания Содика, на самом деле, владеет очень многими марками алкоголя. Поэтому, ну, в принципе, она является одним из крупнейших поставщиков вообще алкоголя в мире. Будем надеяться, не подведут бельгийские Содика. И посмотрим, что у нас получилось на запах. Ну, вы знаете, пахнет немножечко ванилью, что неожиданно. Ну, зерновой виски, как бы, достаточно сладкий запах. Немножечко ванили. И, в принципе, все. В принципе, все. Больше даже нечего сказать. Не противный, по крайней мере. Давайте попробуем за 750 рублей. Неожиданно. Есть какая-то фруктовость. Небольшая кислинка. Очень сладкий. На вкус, ну, довольно обычный виски. Ничего такого. В принципе, что можно ждать за 750 рублей. Ни дыма, ни дерева не чувствуется. Ни на послевкусие, ни в принципе. Но пить можно. Выплюнуть его, по крайней мере, не хочется. По сравнению с русским виски, он ничего. Не спиртовой, кстати, что неожиданно вообще. То есть, за такие деньги я обычно ожидаю прям ярко выраженный спирт. Но его тут почему-то нет. Ну, что ж. Давайте попробуем с колой. Вжух. Кол уже в стакане. Виски мы уже разбавили. Давайте посмотрим. Посмотрим опять на запах. Некоторые люди спрашивают, зачем нюхать виски с колой. Ну, во-первых, потому что могут появиться какие-то неприятные запахи, которых не было в чистом виде. И поэтому все-таки газировка делает кое-что полезное. Ну, здесь ничего не появилось. Все нормально. Пахнет виски с колой. Все как положено. Пробуем. Ну, вот с колой чуть-чуть уже чувствуется спирт. Плюс на первом глотке, прям на начале глотка, почувствовался немножечко мокрый картон. Что характерно больше для российского алкоголя. И здесь я его как бы совсем не ожидал. Но мимолетно. То есть, он был и пропал. А так, в принципе, с колой пить достаточно приятно. Опять же, выплюнуть и его тоже не хочется. То есть, даже с колой все нормально. То есть, за 750 рублей по соотношению цена-качество, я считаю, это нормальный виски. То есть, можно брать, можно пить. Виски с колой, в принципе, с ним получается неплохо. По сравнению с русским алкоголем за те же деньги. Это как бы на голову выше. Все, по выводу только так. То есть, виски можно пить как самостоятельно, так и в коктейлях. Ну, в принципе, я рекомендую пить его в коктейлях, потому что это трехлетний купаж. И нет смысла его пытаться смыковать, потому что смыковать в нем нечего. Он достаточно прост. И ничего такого, прям вау, вы в нем не найдете, скорее всего. Ну, кто-то может и найдет, я не найду. Вот, поэтому по выводу, ну, это виски, наверное, на пятерочку. На 5 из 10, то есть, обычный среднячок. По соотношению цена-качество, это вообще нормально. Брать можно. В принципе, наверное, на этом у меня и все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Будет интересно.